Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев и это проект Joomla Sensei 18 урок в этом уроке мы с вами поговорим о пользователях вот эта вкладка и группы и уровни доступа и заодно еще рассмотрим что такое заметки о пользователях и так смотрите давай сначала поговорим о пользователях переходим менеджер пользователей так авторизуемся если вас выбросило смотрите я уже говорил что на этой странице у вас здесь будет копиться список зарегистрированных пользователей этот когда человек вот здесь вот нажмет на кнопку регистрацию и произведет регистрацию на вашем сайте также если необходимо можно из админки создать пользователи если это нужно ну не знаю причин могут быть разные давайте просто потонируемся нажимаем на кнопку создать и начинаем заполнять поля те которые обязательны то есть вот с этой звездочкой и просто к примеру берем имя олег логин я напишу тест пароль сделаю небольшой чтобы просто проверить и обязательно email пароль у нас могут не пустить будет считаться слишком маленький у нас же в настройках стоит минимальный по моему 4 давайте сделаем 44 вот теперь поля красным не подсвечиваются и знаешь пароль пройдет и я беру какой-то один из своих и мэлов получать системные письма да да кстати вот так вот зайдя в пользователи если например пользователь неадекватный здесь можно заблокировать пользователя и пока сохраним и закроем и на этой странице видно какой группе он относится то есть это у нас зарегистрированы пользователи его email и дата последнего входа на сайт логин и имя в принципе здесь вот все можно выключить пользователя включить активировать если у вас ручная активация пользователя также можно зайти в него и управлять назначить группы пользователей также здесь у него есть профиль где можно заполнить вручную через админ куда ну и заблокировать пользователи например здесь как бы ничего сложного нет так у нас теперь есть два пользователя это админ и просто тест следующая давайте теперь разберем что такое уровни доступа и группы пользователей смотрите заходим группы пользователей вообще вам скорее всего на первых этапах не понадобится создавать новые уровни доступа тут уже и так достаточно есть уровни доступа но я все равно сейчас создам одну группу чтобы вы понимали как это работает значит заходим группы пользователей потом мы нажимаем создать и давайте как-то назовем нашу группу я назову ее инфо входит в группу оставляем паблик и сохранить и закрыть дальше мы переходим уровне доступа и тоже нажимаем на кнопку создать называем также ее инфо чтобы мы понимали и не заблудились да то есть какой уровень доступа какой группе и вот здесь списке у нас уже появилась тоже вот это инфо которую мы с вами создали ставим напротив галочку группы пользователь имеющим право доступа мы создали только что новую группу с правами инфо то есть смотрите у нас все пользователи зарегистрированы вы супер администратор и все пока вы не назначите каким-то пользователем вот эту дополнительную группу инфо человек не будет видеть на сайте скрытый вами контент то есть вы например как-то хотите какую-то часть контента какую-то страницу или статью спрятать вот сейчас мы этим и занимаемся но мы пока просто создаем группу пользователей сохранить и закрыть все мы создали группа пользователей и создали уровень доступа к ней теперь на сайте например мы хотим скрыть пункт меню видео вы видите и сейчас здесь она доступна я нахожусь на сайте как гость давайте пойдем в меню мае меню находим видео и вот видео то есть страницу то есть и все статьи которые находятся на ней будут скрыты достаточно только пункт меню изменить уровень доступа в правой части сайта находим вкладку доступ кликаем по выпадающему списку и выбираем здесь инфо сохраняем и закрываем идем на сайт обратите внимание видео у нас пункт меню еще видно я обновляю страницу и видео на свете исчезает все ее никто видеть не будет у вас там может быть например какой-то скрытый контент может быть какой-то эксклюзив или что-то вы там продаете я не знаю все что угодно давайте попробуем зайти как зарегистрированный пользователь на сайт у меня созданный логин тест и пароль захожу войти и обратите внимание на меню пункт меню тоже не видно понимать смысл да вот мы сейчас зашли как обычный пользователь с уровнем доступа регистра и тогда вот написано здравствуйте олег и человек не видит пункт меню также можно на сайте скрыть все что угодно отдельную статью и так далее вы уже должны понимать как это делается теперь например вот этот пользователь олег у нас приобрел что-то купил и мы хотим дать ему доступ к этой странице только ему для этого мы идем менеджер пользователей заходим кликом по слову олег переходим назначенные группы пользователей и ставим вот здесь вот птичку напротив info сохраняем и закрываем если мы обновим страницу у нас с вами ничего не получится нужно произвести выход и заново вход только тогда страница будет доступна в пункте меню нажимаем выход и нажимаем снова вход и как вы видите теперь пользователю олег доступно пункт меню видео вот вы видите я зашел и он сможет просматривать весь контент все ваши статьи которые скрыты в этом пункте меню очень полезная вещь на джумле нажимаю выход видите зашел как администратор и даже мне администратор не видно пункт меню видео не забывайте если вы хотите также просматривать беспрепятственно ваши скрытые пункты меню или статьи не забывайте заходить в свой профиль и также назначать все группы которые у вас скрыты теперь и мне доступно пункт меню видео вот таким вот образом работает группы пользователей и уровни доступа здесь у нас еще есть заметки пользователях быстренько пробегусь сам вообще не пользуюсь и честно говоря не знаю зачем это нужно как-то применить напротив каждого пользователя и у вас есть кнопка создать заметку также можно создать категорию заметок здесь я не буду останавливаться вы просто заходите и создаете как обычную категорию как мы создавали категории для статей все то же самое также можно создать заметку или в пользователях кликнуть прямо под пользователем создать заметку например он что-нибудь оплатил вы пишете оплатил это для вас да то есть только в админке вы будете видеть так же если вы создадите категории выбираете здесь состояние опубликовано так же можно комментарии версии ну и здесь что-нибудь нажимаем сохранить и закрыть и попадаем в заметки пользователей и здесь будут также копиться все ваши заметки переходим в пользователи и под пользователем олег появляются такие кнопки если наводим мышь показать список заметок для данного пользователя и показать написано одна заметка мы можем создать неограниченное количество заметок к каждому пользователю и кнопка создать заметку посмотрите показать заметку например и в всплывающем окне если у вас заметок много вы всегда можете посмотреть какие-то заметки к пользователям закрываем и создадим еще одну заметку переходим пользователю и теперь мы видим на кнопке показано что заметки у нас две вот таким вот образом работают заметки если вы будете активно это использовать рекомендую создать и сделать все по полочкам до создать группу категорий с названиями разных заметок и потом создать например какие-то заметки или же сразу к пользователю вот так создавать какие-то заметки также в этой вкладке у нас осталось не рассмотрено пункт массовая рассылка сообщений как я уже говорил я не пользуюсь сам тут ничего сложного нет вы пишете какой-то текст выбираете вот здесь каким группам пользователей вы хотите отправить сообщение вот например выбираем инфо и все пользователи которые входят в эту группу всем им отправится письмо только им или все группы пользователей то есть вообще всем посетителям вашего сайта зарегистрированным имеется ввиду и нажимаем отправить сообщение так как у меня один пользователь у меня написано письмо отправилась одному пользователю Но, сразу говорю, если вы будете тестировать на локальном сервере, возможно, письмо не придет на e-mail. Это нужно проверять, смотреть уже, когда ваш сайт будет расположен на хостинге. На этом я заканчиваю данный видеоурок и увидимся в следующем. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с джумла, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но! Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. Я все упаковал в один архив. Каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто впишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.